Приветствую вас дорогие зрители и подписчики нашего канала В эфире канал Ножиков Сегодня у нас в гостях Игорь Друзья, всем привет И собственно о чем и ролик Давно планировали сделать, наконец-то собрались И записать видео о ножах с Авито Посмотрим что там можно найти Есть ли там что-то интересное Должен сказать сразу, я не видел подборку Которую сделал Сергей, но знаю этого человека Уверен, дичь там стопроцентная Так что посмотрим, любопытно самому Слушай, ну я старался совсем прям дичь не заносить Ой-ой-ой, да конечно Ну что, начнем с самого кринжового чуть-чуть, наверное Ну давай-давай-давай Смотри какой прекрасный экземпляр тычкового ножа А, это тычковый нож? Ну вообще он называется коллекционный Сережа, это больше похоже на элемент какой-то вешалки Да, но тем не менее, обрати внимание 400 тысяч рублей А, словно-то я не заметил Да Предложить свою цену Мне вот нравится вот закладка Предложить свою цену Можно как-то поторговаться? Наверное можно, но я думаю 400 одна, не меньше Слушай, ну смотри Судя по картинке, то есть довольно-таки большой кинжал У меня вот вопросы, допустим, по удобству Удобство чего? Рукоятки В целом Так, да давай этот вопрос оставим открытый Нет Это неудобно и самое главное Это некрасиво Заметь, литье с двух сторон Он из интересного Коллекционный нож из нержавеющей стали Который был привезен в подарок Бее Сам предмет в хорошем состоянии Цены нужно обговорить Даже с Деком отправляют Удобно По факту полная оплата на карту Попахивает кидаловым. Ух! Это коллекционный нос, привезенный в подарок. Здесь все понятно. Еще один замечательный представитель дорогих странных ножей. Нож для конвертов и бумаги. Подожди, подожди. Там написано как-то не так. Открой-ка заголовок. Будь добрый, я краем глаза заметил. Давай сначала. Ты угадаешь, сколько это может стоить. Ну, учитывая ценник предыдущего экземпляра, я уже не берусь гадать. Миллион. Ты переборщил, 399 тысяч всего, но я когда выбирал, он был в продаже, сейчас уже вы сняли с публикации, возможно купили. Не-не-не, это скорее всего стыд сработал. Открой все-таки, вот смотри. Нож для бумаг из метеоритной стали. Здесь вот какая-то орфографическая путаница. Почему? Бумага из метеоритной стали, что тебе не так? А, так все-таки это специфический нож для специфической бумаги. Да, при этом нож из Дамаска и это нож для бумаг. Слушай, но с другой стороны здесь серебро, позолото, малахит и метеоритное железо. Так, там что-то про ЮНЕСКО, про какие-то титулы, какие-то регалии. В 2009 году нож стоил 7 тысяч долларов. Ну, то в 2009. Я, кажется, этот нож в химках видел. Деревянными членами торгуете. Думаешь, он до сих пор там продается? Он там торгуется, да. Ну, тем не менее, то есть модель довольно-таки интересная. Еще один такой недешевый представитель ножевого мира. Нож «Звездные войны». Нож «Звездные войны». Прекрасно. Что там «Звездного»? Собственно, Дарт Вейдер на ножнах. Он же на рукоятке. Почему-то в синем цвете. И, как мы видим, мозаичный Дамаск. Честно, мне литье «Кузнечный двор» чем-то напоминает. Знаешь, в любом случае, учитывая предыдущие модели, которые ты мне показал, это хотя бы на нож похоже. Авторский нож «Шучная работа» и «Звездные войны». Спецпредложение даже. Клинок коллекционный, мозаичный Дамаск, скованный в трех кузнечных техниках. Не-не-не, подожди. Ты опять пропустил самое интересное. Я вот тут читаю прямо с листа. Специальное предложение «Воскресательный знак». Отправь мне сообщение с текстом «Хочу заказать» в личные сообщения, и ты получишь подарок премиальный. О, Господи. Короче, понятно. Заметь, пожизненная гарантия, три бесплатных обслуживания. Подробная характеристика. Ну, слушай, с другой стороны, здесь скрим-шоу. То есть, можно искасти. Может быть, это сильно будет влиять на цену. Но, кстати, здесь оправдались мои подозрения. Дамаск Матвеева. А, Влад Матвеев. Ну, это известный мастер. Клинок. Ну, в принципе, его техника в той или иной степени довольно-таки узнаваемая. Согласись. Согласен. То есть, они закупили клинок, либо заказали отдельно кузнецам Матвеева и самостоятельно делали рукоятку. Ну, очевидно так, да, рукоятку и ножны, потому что они выполнены явно в одной стилистике, смотрятся гармонично, так или иначе. Нож, нож. Вот цена. Смотри, какая интересная цена. Вот интересно, как она формируется? 231,520. Вот это что за набор цифр? Почему именно так? Странно, но, тем не менее, можно опять же свою цену предложить. То есть, можно подорговаться. Звони, поторгуйся. Хорошо, я подготовлю еще одну очень странную вещь. Смотри. Давай. Вот такой вот кастом ручной работы с крупной гравировкой. Причем это не травление, по-моему, гравюром, а волызгали с двух сторон. Красиво сделано, кстати, я не вижу клипсу. А где клипса? Ты не влезла к клипсу на такую красоту? Ну, слушай, действительно, работы было много с одной стороны проделан, но по мне, по-моему, грубовато. Я одно могу сказать. Ты всмотрись в этот спайдер-холл. Да. Матчайшие ассоциации. Вот ничего больше мне не говори про этот экземпляр. Ничего, у меня только одно теперь. Смотри. Цена указана за гравировку. А, то есть ножа внутри нет. Американский полис. Одно время действительно стоявший на вооружении американских полицейских. А оно реально разве стояло на вооружении? По-моему, нет. Да нет, по-моему. Слушай, ну я тебя могу добить. А что тебе там спайдер-холл-то напомнил? Ой. Не, подожди. Мы канал про ножи. Ты провокатор. Это вообще... А это комплект. А что? Правда ты сейчас говоришь, что это комплект? Нет, это та же мастерская. Мастерская? Да. Ты меня... Я не хочу видеть мастерской. Извини мастерской. Данному спайдер-холлу подходит прям замечательно, нет? Зачем ты мне все это показал? Закрой. Ну классно же, нет? 49 тысяч всего-навсего. Не, идея действительно кастомизации ножей, на мой взгляд, сама по себе прекрасна, но... Некоторые как-то, по-моему, перебарщивают. Я вообще к кастомизации отношусь очень-очень... Та-дам! Просто нож. Сколько? 65 тысяч рублей всего-навсего. Cool Steel Black Beaver Classic. Круто, а толщина обуха у него? 5 миллиметров. А тебе не кажется, что этот экземпляр явно холодный? Ну, на самом деле, не явно, это и есть холодный нож. Для России данной версии выпускали с урезанными гардами. В свое время нечто подобное делала компания Magnum, помнишь? Ну, вот о чем речь, да, разумеется, помню. То есть, фактически, на Авито за 65 тысяч можно купить холодос. Это не наши методы. Отличный стильный вариант, но тем не менее, как бы, да, был же ролик, аккуратнее с маркетами и прочим. Вот вам ярый представитель. Господи, еще один блудняк. Это тайпан, причем это тоже, еще более дикий блудняк. Это кинжал. Причем это полноценный кинжал, который официально в России продается только порохи. Заметь, стоит 53 тысячи рублей всего-навсего. Ну, вот здесь по поводу высокого ценника могу сказать, может быть, это и хорошо. Уйдет исключительно знающему человеку в коллекцию. Человек, который разбирается в ножах и просто хочет на полке видеть вот этот экземпляр. Хотя я бы все равно не стал рисковать. Ну и третий вариант. Свинокол? Да, еще какой. То есть, ну, да, сделаем скидку. Это, опять же, колл стил. Но дешевле 45 тысяч. Потому что сделан из 10.85, скорее всего, с твердостью 57. Где они эти цены берут, господи? Выбор заглавной фотки в объявлении просто класс. Но то, что вот это прямо холодос-холодос, я думаю, тоже сомнений нет. Плохо. Коллайн Беривер FE7. Ну, старенькая модель. Даже по коробочке видно, что нож не из последней генерации. Очень древний. То есть, эти коробки давно не упускаются. А, так и логотип старый. Да. Вот тут вопрос, смотри. Вроде бы тоже такой здоровый живопыр. Он загнут. Скорее всего, вот эта модель, может, и не будет холодной. Но у нее две трети обоюдной заточки. В любом случае, мне кажется, официально с этим бы никто не стал связываться. Лучше не рисковать. О, какое странное описание. Кул Стивзера, Толеранс, Алмар, Хаттори, Бюкер, Бенчмейт. Ой, стеклотекстолит. А, ну да, новые Серкаты и просто перечислены бренды. Встали О1. Кстати, довольно-таки редкая. По-моему, даже у Серкаты она не так часто встречается. По-моему, вообще, где не встречалась она с Серкатой. Смотри, еще один старый модель. Ах, а вот что? Майкл Болкер. Относительно бюджетный. Это вот касаемо того, какую редкость можно найти. Данная модель же выпускалась, по-моему, с Джисакай совместно. Абсолютно верно. То есть Серкатой всегда славился своими дизайнами, заморочками с замками. И вот это вот один из представителей сложно сделанного ножа. Ну, здесь уже пошла классика и ничего лишнего. Серкатой славился еще не только дизайнами, но в основном дизайнерами. И вот этот господин Болкер является, кажется, одним из разработчиков того самого дополнительного фиксатора Лоукс. Да, Автолокс. Да, могу, но, слушай, я бы с удовольствием подержал в руках просто интересно. Хотя железка у Серкаты обычно АОС-6, АОС-8. Ничего лишнего. Но дизайн у них и заморочки технические, на мой взгляд, просто прекрасно. Практичностью здесь и не пахнет. Не, почему? Клинок-то очень даже... Дети умоляю. Вполне режущий шпенек только мешаться будет. Тоже Cool Steel, модель Корсиканец. 34 900 за серию Спайк. Моделька редкая. Блин, офигеть какая древняя, ее лет 10, по-моему, уже нет, если не больше, наверное. Данная модель нифига непрактичная. Резать она толком не будет, у нее толстый обух. Это просто пырельник. Ой, с другой стороны, вспомни, сколько всяких пырельников у Cool Steel в ассортименте было и есть, наверняка будет. Ну вот заточены они изначально, но такой вот агрессивный, нарочито-брутальный стиль. Ну, кстати, смотри, из чего стоит отметить определенный плюс. Здесь стандартные люверсы на ножнах. На данных моделях и спайках они уже были маленькие, так локи туда не подходили. Я вот честно никогда не касался Авито в плане покупки или продажи ножей. Вот честно, как-то не доводилось. Я вот смотрю вот на все, что ты мне показываешь. А по большому счету при, ну, разумеется, наличии средств, а это же рай для коллекционера. В той или иной степени да, но, зная Авито, сейчас как бы они подправились, но раньше был очень большой процент того, что просто не приходил нож. Очевидно! Так это везде может быть так. Смотри, еще один раритет, который я нашел. Господи, неужели? Человеческая модель? Викторин X Solo. А при этом ценник на него довольно-таки гуманный. А 5300 за нож я в свое время двухрядник. Такого типа покупал за три, это было восемь лет тому назад. Тут же понимаешь, никогда нельзя быть уверен, новый этот нож, пользованный он. Если пользованный, то в каком состоянии? Судя по фото, он в отличном состоянии, не затертый, с родным чехольчиком и артикулом идет. И на данный момент, когда я последний раз видел его в продаже, пару лет назад он стоил в районе 15 тысяч. Ничего удивительного. То есть за 5 отличные раритеты, как ты уже говорил, для коллекционера довольно-таки интересная штука. Поддерживаю на все 100. Вот это вот приличное изделие. Хотя многие не считают викторинку с ножом. Не совсем ножом, но у кого ножевая. О, Блюлюб. Блюлюб. Ценник. Причем, заметь, ценник не за всю партию, а за 35 грамм. 4,5 тысячи за маленькую баночку смазки. Честно говоря, я когда первый раз это объявление смотрел, я думал, что это за все. Раньше стоило, по-моему, рублей 500, но 4,5 за одну баночку Блюлюбы это дофига. Ой, станок в более легкий и плавный ход трения между подвижными частями. Как бы еще один раритет. Кто искал Блюлюб, добро пожаловать на вид. 4,5 тысячи и баночка ваша. Слушай, а у него срок годности есть? Честно говоря, не знаю. Вообще, обычно даже у смазки есть срок годности. Это смазка. Ну, это смазка же. Но, честно говоря, я не знаю. Пройдем проритетом. Смотри, еще несколько версий подобрал. Это Харли Дэвидсон, в коробке Харли Дэвидсон от компании Benchman. Называется он Money Clip. А вот этой модели тоже нет уже, дай бог, лет 10, наверное. Скажи, ты когда вот эту подборку составлял, ты вот что вбивал в адресную строку? Я, честно говоря, в данном случае искал по брендам что-нибудь редкое и интересное. Сейчас, да, 25-600. Бюджетнее некуда. Ну, когда-то это была бюджетная серия. Когда-то по земле динозавр ходили. Ты уверен? Плоскоземельщик? Да. Брендированный нож, линейка Харли. Раньше она была у них красной серией, потом они вывели ее, обозвали Харли Дэвидсон. То есть итераций в этой серии было три. Вот переносили ли этот нож, я не знаю, но дизайн прям... А, АУС-8. Китайско-тайваньское производство Ексио еще один раритет нашел, за которым многие долго упорно гонялись. Это вот эта вот модель ЛФК-14-220. А, вот это да. Тут действительно подтверждают, потому что очень часто его спрашивали, я имею в виду на вторичке. Бристаль 440C, это First Production. С одной стороны, эту цену сильно добавляет. И у него маленькая рукоятка. Особенность это вот этот маленький хвостик. При этом это нож рыбака вообще. К мотоциклу никакого отношения не имеет. Официально он позиционировался как нож для рыбалки. Вот это интересный нож, действительно интересный. Да, сейчас, кстати, подобный конструктив. Ну как подобный? Значительно упрощенный, но визуально похожий делает компания Саро. А чем хорошей бенчмейт, они сделали вот эту часть механической. Вот это я, честно, я по коллекции хотел. Ну не за эти деньги. Ну нет, конечно. Слушай, нашел супер популярный нож, очень редкий. Блин. Вот. Рофлите, да? С ножом? А, сбоку нож. В том-то и прикол. То есть это же не просто дошираковская вилка. Это нож для нарезки сосисек. Лонош или что это? Зная качество пластика на этих изделиях, учитывая, что они постоянно ломаются, ну не знаю. Зачем дошираковый нож? Да не, не, это какой-то, это бред. В смысле? 500 тысяч рублей, ты чего? Это ж вещь. Изыск и дизайн. Стилизованные линии. Плавные изгибы. То есть, слушай, описание составлено просто. Вот возьмите мои деньги. И, собственно, вот. Варежка прикольная. Это не варежка, это ручной чехол для ножа. Но это кастом. А я цены увидел. 2 миллиона рублей. Но с другой стороны, что вот купить? Один такой нож или 4 вот этих? Странная категория. Мерил, конечно, у тебя то еще. Здесь не просто кастом, это нож, скорее всего, единственный в измитаре выпускался. Да богу ради. Ну и знаю, как работает принцип работы модели Широгорова, да. То есть, когда там один-два ножа и сразу. Стартовые цены на вторички цена не снижается на 30%, а на 200-300% растет. Работы было проделано много, заметьте. То есть, фейлворк довольно крупный, заморочились с рисунком. И не факт, что это просто сталь. Перламутр на осевом, то есть, модель прекрасна. Как минимум за такие деньги драгметаллы там должны присутствовать. Да, ну это чисто коллекционник. Пользоваться таким ножом, я думаю, никто не будет. Есть что интересное, но это просто чисто модель. Я нашел вот такой интересный нарзанник. Кстати, ты знаешь происхождение слова нарзанник? Меня еще смутило. То есть, ценник небольшой, нарзанник, профессиональная множество миле, премиум качество. Продано более тысячи штук. Да. Выглядит вообще весьма олдово. Да, но гравировка французской винодельской провинции, довольно-таки мощный штопор и всего-навсего 550 рублей, если это Франция, то очень странно. Гранд Винс де Бордиаух. Пойдет. Думаешь? Да. Ну, не, я могу и так, я просто знаю, как пишется слово нардон. А нормально, монтажер только вот этот кусочек. Да, ну, заметь, размеры, то есть, это довольно мощный нарзанник. Я такое вижу первый раз. Нужно ли ему это? Учитывая, что у него есть сердцевина такая, достаточно толстая, стальная. Да, скомпоновали, сляпали, продают. Вот здесь что радует. Пятивитковый штопор довольки здоровый. Даже шестивитковый. Меня смутил вот этот вот элемент. Он же должен быть дворогим, насколько я помню, что вот это за пружина, прям очень интересно. Я пользовался нарзанниками, но такую конструкцию вижу первый раз. Ну, может быть, кто-нибудь из наших зрителей откроет нам этот секрет? Напишите в комментариях, если правда знаете. У кого есть, либо кто пользовался, объясните, да, то есть, интересен сам момент вот этой вот пружинки. Так, Benchmade. Benchmade, так и да, вот, относительно новая модель, но почему взяли? Ничего не напоминает. SRM. SRM 9201. Но, тем не менее, как бы, вот вопрос, кто у кого? Ну, прикольно, видно, что человек просто мотается время от времени, скорее всего, привозит какие-то интересные модели, которые считают востребованными, и продает. Складный нож Spider-KBenchmade. Подожди, либо это косяк описания, либо это... Да тут в описании косяк на косяке сидит и им же погоняет, поэтому абсолютно не удивлен. Ну, либо это теговые запросы, либо это реплика. Опять-таки, это для фанатов Benchmade, я глубоко убежден, потому что визуально нож не вызывает, ну, никаких положительных эмоций, восьмом случае у меня. Цвет, ну, ненасыщенный, скучный он. На мой взгляд, это прикольно, но я вот эти серии после Багаута, допустим, недолюблю. Они слишком легкие, пластик тактильный, за 22 тысячи очень дешевый. Все Benchmade сейчас дорого стоят. Впечатлена. Кстати, из раритетов, смотри, какая вещь. С паечкой. Mossad. IOP G60. То есть модель старая, редкая. Чего говоришь? Модель старая? Да. А сталь новая? Кровер разве такая уж новая сталь? А, это спринтран, поэтому в кровере. Это стартран, вот какая клипса под рукой оказалась, такой и прикрутили. Тоже вполне разумный цельник и, собственно говоря, нож никаких подозрений не вызывает. Я на прилавках такого не видел. Да нет, конечно. То есть, помимо всего прочего, это еще довольно-таки такой редкий гость в наших широтах получается. Смотри, какая вещь. Подожди, стоп. Ой, YouTube очень плохо относится к брани. Я бы сейчас, конечно, если бы не зрителям наговорил. Это нож? Дракон. А, это... Откуда он у него торчит? Спереди или сзади? Спереди это голова дракона. Клинок сделан в виде дракона. С кучей отверстий. Тяжелый. Слушай, как настольная композиция, наверное, будет интересно. Жалко, что его в сборе как раз-то и нет. Это подарочная инсталляция. Это не нож. Это что-то дорогое на дорогой стол. Оно заточено? Ну, пусть. Авторская... Полностью ручная работа. Резьба... А, это дерево. Слушай, ну, за ручную работу, если это сделано из единого куска, вырезать дракона, это крайне сложно. Ну да, функционально бесполезная вещь. На любителя. Дай угадаю, это будет называться нож-перо? Нет. Поним? Удивительно. Нож. Нож? Ну, 3,5 тысячи рублей. Для каждого... Нет, нет. Вот здесь, помимо внешнего вида, То, что это и перо, смотри, вот этот отрызок тоже заточен. То есть, как вот это режет, я вообще не знаю. Ну, вообще, да, пяточка клинка, это две дульки зато, ножи точить удобно. Как отсюда грязь выковыриваете чем, я не знаю. Да какую грязь, господи, кто его будет использовать? Это полочек. Но. Так, думаю, для каждого... Мужчинского. Да. Описание. Мужчинского будет отлично. А, так это китайцы писали, это автоперевод, это как на Алиэкспрессе, знаю я эту байду. Кто такой мужчинский? Да, все. И где оно водится? Бородатистый мужчинский. О, слушай, есть чего такая авторская работа? Ай. Это самое дорогое из того, что у нас сегодня есть в подборке? Да ладно? Два миллиона перебьет? Не, не открывай пока цены. Подожди, смотри. Дай мне насладиться. У меня тут это, сполохи цветные перед глазами. Собственно, кожа крокодила, суть по всему, на вставке. Карельская береза, как мне кажется, суть по рисунку. Технически может быть. Визуально, конечно, такая ляпистость не очень по вкусу. Вот эти ножны, как они прошиты. Я понимаю, что это ручная работа, что это штучный экземпляр. Тут, знаешь, интересный момент, когда ножны портят все впечатление от ножа, на мой взгляд. Так часто бывает, вроде нет. Та-дам! Ой, весь пар в гудок. 9 миллионов 999 тысяч 999 рублей. Целую рубль скидку сделали. Да не в скидке дело. Я думаю, что у человека просто девятка на клавиатуре заклинило. Шикарный авторский нож, очень на работе, в наличии и на заказ. То есть, авторский, но можем повторить. Я бы на самом деле хотел ЛФК, старый добрый, не успел в свое время купить. И вот это вот прям рабочий, классный нож. ЛФК и Виктор Римикс. Мой фейворит. Ну что, как тебе подборка? Огонь! За исключением некоторых экземпляров, которые в принципе, на мой взгляд, не должны были там быть. Но я же знаю твой вот этот вот паскудный нрав. Не мог не поиздеваться, ну что, господи. У тебя получилось. Подборка классная. И надеюсь, нашим зрителям было так же интересно. Слушай, ну я, собственно, для чего это все делал? Чтобы показать, что на ВИТО можно найти как интересные раритеты, так в принципе и довольно-таки странные вещи. Ну, скажем, мы столкнулись и с нормальными предложениями, которые и с нормальным ценником, и сам товар подозрений не вызывает. Так же с неадекватной дичью. А так, надеюсь, вам было интересно. Пишите, какие странные вещи вы, собственно, встречали на просторах данного торговой площадки. Если есть фотографии, закидывайте в чат нашего канала. Будет интересно всем посмотреть, я думаю. Ну и тебе спасибо за то, что помог мне записать ролик. Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста, друзья. Рад был повидаться. До новых встреч. Пока. Клинок, Сережа, не должен быть в виде дракона. Клинок должен быть в виде клинка.